Термоядерный приветик, с вами Плейбой Атомный, мы продолжаем изучать Асперанто при помощи сайта Лернонет на уровне А2. Это все-таки не база, это А2, это уже когда вы знаете основу Асперанто и закрепляем, развиваем свои навыки. Значит, мы находимся в автоматической столовке и продолжаем наш разговор, вернее нашу историю, заканчиваем уже. Лиси, диджес, че, маль, плена, табль. Значит, что у нас было в этой истории, напомню. Они пришли в автоматическую столовку, здесь оказалось, что внутри у них ковер из травички и цветочков, там же маленькие деревца. Да, деревца, с огоньками, вот, а сверху экран большой со звездами, вот так вот это все выглядит. Или сидиджес, че, маль, плена, табльо, кайхелено, доносо, аль, сяе, ду, кунулой, ля, мэнуон. В общем, они сели на свободный, за свободный столик, и Елена дала своим двум друзьям меню. Какие цены, сказал Филиппище? Хамбургеру костас сепдек нау пундоин. Ми видоске презой с уфичи альтиджи с думля лестае де Сент-Ярой. Какие цены? Гамбургер стоит 79 фунтов. Я заметил, что цены повысились за последние 200 лет. Сепдек нау эуроин. Хелено конкретас лин. Чу, энвия эпоху анкарау экзистис пундой? 79 евро, поправила Елена. Разве в вашу эпоху тоже существовали фунты? Ки, аль, че, эстас энэсперанто? Почему все энэсперанто? Филипп эта деманда, спросил Филиппчик. Нестас энэнглюо? Чу, не, чу, ныню, плю пароля с ля англот? Мы все в Англии, разве нет? Мы же в Англии, разве нет? Почему все не говорят на английском? Мультае туристой визита с Кембриджон. Много туристов посещают Кембридж. Хелено Клариджес. Пояснила Гелено Клариджес. Ти, аль, че, эстас энэкао энэсперанто? Поэтому все надписи также на эсперанто. Ригардун, цесас нур тусшэти, чий тьун символен сур ля карто пор шанджи ля лингвон. Смотри, нужно нажать вот этот символ на карте, чтобы изменить язык. Филипп это тусшэс ля символен киун щемонтрис, кае ля скрибо шанджиджес аль ля англа. Филипчик нажал на символ, который она показала, и надписи сразу изменились на английский. Блин, там разница между английскими и эсперантийскими названиями почти никакая. Условно-сослагательное наклонение ус, окончание. Сослагательное наклонение, окончание ус используется для нереального действия или состояния, выданного или воображаемого. Ля борус, действие работать является воображаемым. Ну это, если бы я работал, если бы бабушка была дедушкой, если бы дедушка был бабушкой, Если бы пенсионеры умели летать, например, эстус, состояние быть является воображаемым. То есть, если бы были бы единороги. С эстус как единорог по-английски. Блин. Каприкорн, по-моему, да? Так. Не знаю, как единорог будет по эсперанто, это точно. С эстус драконой, например. Если бы были драконы, то было бы очень страшно. Сами эстус рича ми не ля борус. Если бы я был богатым, я бы не работал. Не знаю, не знаю. Сами эстус сана ми эстус фелича. Если бы я был здоров, я бы был счастлив. Были бы другие вопросы. Снова такие. Счастье – это временное состояние. Нельзя быть в каком-то эмоциональном состоянии постоянно. Это даже без здоровья вредно. И что такое эмоции, чувства? Чувства возникают, когда происходит изменение между состоянием. То есть, чувства – это не просто какое-то состояние, это изменение состояния. И когда мы испытываем радость, это изменение от одного состояния к другому. И мы радость испытываем, пока вот это изменение длится. Вот оно какой-то период длится. А когда перестало, когда стало состояние снова нормально, все, уже радость не испытываем. Поэтому чувства возникают именно в моменты изменения состояний. Самые яркие. А уже когда они привычные, то они уже фоном, и мы не обращаем на них внимания. И они не приносят такой эмоциональной впечатлений. Не приносят, да? Если бы я не делал ошибок, если бы ты вначале сказал мне правому. Вот так вот. То есть, ну вот такое. Если бы ДКБ, грибы были Лениным. Или Ленин был бы грибом. Также используют сослагательное наклонение, чтобы мягче показать просьбу или желание. «Ми дезируса, а чете келькаин афероин». Я бы хотел купить несколько вещей. «Чу ми повус хавеля скребелён». Мог бы ли я получить ручку? «Чу ви бон вулюс пароли и омпли селенте». Вы бы могли говорить немножко тише. «Мишатус и ретьен». Мне бы понравилось сходить туда. «Эстус плиттереса визителя аутоматана манджиён». Было бы интересно посетить автоматическую столовку. Сослагательное наклонение часто используется вместе с частицей «С», которая показывает условия, но использование «С» не значит, что нужно обязательно использовать сослагательное наклонение. «Се ли эстус чите ли серте миру с при ля молерту». Если бы он был тут, он бы удивился беспорядку. «Се ли эстус чите ли серте миру с при ля молерту». Это то же самое. «Се ми хавус монон ми инвитус вин». Если бы у меня были деньги, я бы пригласил тебя. Вот так вот. Можно подробнее нажать. Здесь будет больше деталей про инфинитив и всё такое. Но зачем это делать? Не надо. Попробуйте самостоятельно. «Мишатус лоджи эн берлину». Мне бы понравилось жить в Берлине. Не знаю, никогда не был там. «Ми третимус сэ видус и он персонон эн ми ашранко». Я бы очень испугался, если бы увидел бы кого-то в своём шкафу. Любовника, например. «Киун профессион ви шатус хави, сэ вине эстус физикиста». Какую профессию вы бы хотели иметь, если бы не были физиком? Если бы я сказал, что пришёл из 2182 года, ты бы поверил бы мне. Нет, отправил бы в лечебницу. Если бы у вас была бы машина времени, в какой бы год вы бы путешествовали. Я бы путешествовал бы с помощью машины времени на 10 лет. Максимум на... Ну, нет. Я вот по десятку лет проходил бы. Потому что я прошёл бы 10 лет, узнал бы, какие окружающие обстоятельства ещё на 10 лет. Потому что если война, если какой-то конец света или ещё что-то такое. Вот вы на 100 лет прыгнули вперёд, а типа там уже экология нарушена и, допустим, у нас снаружи температура 100 градусов и всё. И до свидания. Или дерево на том месте появилось. Оп! И до свидания. Ну, это условно так поговорили. Конечно, путешествовать во времени невозможно. Было бы очень здорово, если бы вы могли бы сходить туда со мной. Но заглянуть в прошлое можно, а вот путешествовать в прошлое нельзя. Если бы вы спросили меня, я бы сказал бы вам правду. А так вы меня не спрашивали, я вам соврал. Что бы вы делали, если бы нашли много денег? Вначале найти. Давайте вначале найти, а потом уже разобраться, что с ними делать. А об этом и о том я никогда не думал бы. Как много вы бы хотели жрать? Вам бы хватило одного гамбургера? Если бы была страна, в которой бы все говорили на эсперанто, вам понравилось бы там? Самых эсперантистов надо спросить. Почему эсперантисты не хотят создать даже свой город эсперанто? То есть, вот, например, выбрать какой-то город в мире, назначить его столицей эсперанто, и туда, чтобы большинство эсперантистов и переезжало бы жить. Нет, они даже этого, ну, эсперантисты даже этого не сделали, не организовали. Поэтому, о какой стране может быть речь? Эти люди, у них нету своей политической, потому что, поскольку у них нет политической программы, они, у них нету единой политической, какую политическую систему, с кем дружить, с кем не дружить, какая экономическая система. Эсперантисты, из-за своей особенности, они не смогут создать государство. Потому что, они по всем странам, у них совершенно, у эсперантистов у нас совершенно разные взгляды на все, и здесь нету общности, здесь нету единых идей. Чтобы создать государство, нужна единая философия, идеология, можно сказать, в единые взгляды на политику. Единые взгляды на то, где это создавать, с кем какие отношения иметь. Это должно быть общее. А без этого, эсперантисты никогда не смогут создать. Да, у них и нету, вот разговоры о государстве, эсперанто, но ничего для того, чтобы создать свое государство, они делают. Ну, тут задания, которые можно повыполнять, да. Снова табличные слова появились. А что у нас в эсперанто существует? Да, да, да. Почему-то выделены чьё, всё. Тиаль, поэтому, и чьям всегда. Что это такое? Тиаль чью и скрибажой эстас анкао энэсперанто. Поэтому все надписи на эсперанто. Тиаль чью эстас энэсперанто. Почему всё на эсперанто? Отметь. Обратите внимание на разницу между тиаль, поэтому, и чар, потому что слово чар показывает причину, слово тиаль показывает результат. Интересное разъяснение. Мы не идём в люксовый ресторан, поскольку у нас нет денег, да, у меня нет денег. У меня нет денег, поэтому мы не пойдём в крутой ресторан. Попробуйте самостоятельно понять. Поехали. Значит, ми не шатас виандон, тиаль эстус боне, мэнди и он вегетаран. Мэнди. Что такое мэнди? Заказывать. Мне не нравится мясо, потому было бы хорошо заказать что-то вегетарианское. Например, вегетарианские, почему-то вегетарианские блюда часто используют. Вегетарианское блюдо, вегетарианский гамбургер, вегетарианская котлета, вегетарианский шашлык. То есть, вегетарианское, но всё с прицелом на мясо. Почему они так это делают? Для меня это загадка. Ми не манджас хамбургерон, чар ми не шатас виандон. Я не ем гамбургер, поскольку мне не нравится мясо. Ми не ирос экстерен, я не пойду снаружу, чар ля веторо эстас мальбона, поскольку потому что ветер, потому что погода плохая. Вот так вот. Для ветора эстас мальбоно, тиаль ми рестас хейме. Вечер плохой, поэтому я останусь дома. Завершите фразы. Это пропускаем. Вы всегда можете сами пройти эти все занятия. Это практика. Пли. Пли показывает, что описанное свойство, способ действия такое превосходит другое. Или кто-то что-то превосходит другое, с которым идёт сравнение. Чтобы показать то, что пли выражение превосходит, нужно использовать частицу оль. Пли оль. Ля паперо эстас тре блянка, седля нэджо эстас пли блянка. В общем, бумага белая, но снег белее. Ми хавас пли фрешан панон, ольви. У меня более свежий хлеб, чем у вас. Ну, иру пли рапиде. Давай, иди быстрее. Шнелези битте, да? Духо мой повас пли мульте фари оль уну. Два человека сделают больше, чем один. Ми фарто, ми афрато, дирас аль Стефано, ке лі амас лін пли оль син ме. Мой брат сказал Стефано, что он любит его больше, чем себя. Эстус пли интереса визителя автоматан манджион. Было бы значительно интереснее посетить автоматическую столовку. Ке ль и оль. С помощью частицы ке ль как ке ль можно показать то, с чем идет сравнение. Так как в таком использовании ке ль и оль похожи на предлоги, а также на союзы. Можно сказать, что они формируют свою собственную категорию сравнительной частицы. С помощью ке ль можно обозначить равенство, которое показывает, что на что похоже. Ке ль как с ти словом самое-саме. Но чаще такое слово всего лишь подразумевается. Ти учи мальфрэш апано эстас мальмоля ке ль штону. Значит этот твердый хлеб настолько же жесткий, и с камень. Как? Да. Способ только означает. Щи окулей эстас ке ль ду стеллой. Ее глаза как две звезды. Щи окулей семи ль ду стеллой. Миджо похоже на две звезды. Ее глаза похожи на две звезды. Я рад, что вы имеете то же самое мнение, что и я. Чувствуйте себя как дома. разговаривать с ним так же бесполезно, как молоть ветер. драще, молотить ветер. Мизоргас преси тель кель мизоргас преми мем. Я смотрю за ней так же как сам за собой. ля афера не сте кель они пенс с дело не так было не таким, как думают. Самые кель которые показывают что не на что не похоже. Оль обычно стоит спли маль пли маль сам аль 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 лак то это спли натура оль вино в общем молоко гораздо натуральнее чем вино питательнее. Молоко отличается по питательности от вина. У меня более свежий хлеб чем у вас. Ну так это сравнение все тоже. вестас пли оль беля это ви эстас беля ты больше чем симпатичная ты красивая я бы не перевел бы это щи эстас анкарау пли беля оль антау она еще более красивее чем раньше пли боне не фари оль эрари лучше не делать чем ошибиться джи эстис аль ми пликара оль ми повас дири она была для меня более дорогая чем я могу сказать чем я могу сказать для манджа жои эстас плива варяй сэд анкау ля квалито эстас плива оль эм ля аутомата и манджа жои в общем да разнообразие еды больше но и качество тоже более отличимо чем в автоматических столовках филиппето эстас пливуна оль филиппего филиппчик намного старше филиппище филиппего эстас ам аль таки филиппето сэстас иум плитико филиппище такой же высокий как и филиппчик но более толстый ли хавас плит ам оль ви у него больше денег чем у вас ни девас ири аль плим аль проксим яро нам нужно идти в гораздо более отдаленный год путешествовать ай чу ви патру пароли сэсперантон при боне ольви ваш отец разговаривает на эсперанто лучше чем вы не ли пароли сэм боне кель мне он говорит так же хорошо как я джинзо эстас плит комфорта оль панталено в общем джинсы намного удобнее штанов нет филиппо инструас математикона аля келькай пли юной студентой филиппо учит математике нескольких очень молодых студентов для автомата манджио эстас пли мультикостой оля рестрацио и кун хомай ку рестоль в общем автоматическая еда стоит намного дешевле чем еда в крутых ресторанах ли эстасамэ аджа кельщи он такого же возраста как и она дополнительные фразы а эстас пли ларджа оль б а больше чем б в данном случае да сравнение понятно задания дополнительные легомо 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 это овощи у нас идут томато цепо лук лактуко салат кукуму это огурец карото морковка кикеро 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 орешки кикеро наверное терпомо это у нас картошка фазеолио фазеолио фазолио значит из того что мы знаем ну томато понятно корото это то что знают почти все терпомо помо это яблоко терпомо это соответственно это самая картошка в латыни вот и в испанском языке точно так же обозначается и по моему во французском тоже ляктуко салат тоже можно запомнить цепо лук кукуму конечно сложно запомнить огурец фазолио ну достаточно легко и кикеро тоже легомо овощи фунго гриб олива капсико капсико перец миллион мелонгено синенькие кабачки не запомним брасико брасико капуста пизо горох горох рафанетто 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 это у нас редиска айло айло чеснок ой я тут не знаю айло я не знаю пизо рафанетто капсико я слышал но я не запомню это мелонгено брасико фунго я знал оливу знал оливу а айло слышал и капсико слышал но забыл не употреблял фруктов фрукты теперь пошли ну цитрона понятно помо яблоко оранжо апельсин цитрона лимон пиро груша персико персик винберо винные ягоды то есть виноград здесь только пиро я не помню но я слышал фрагу клубника забыл ананасо банану аквамелону это дыня аквамелону это арбуз фрамбо малина черизо вишня черизо я помню тоже попадалось достаточно шафо овца бово бык порко свинья фишо коко капро ну здесь капро разве что сложно запомнить этого самого козла да и остальное все вполне те кто учил несколько иностранных языков то знают напитки аква вода бьеро пиво кафо кофе тео чай чампано шампанское лякто молоко вино вино и суко сок оссуко это не мат оссуко это по эсперанто это сок оссок супо супчик салат салат пицца пицца хамбургер глассажо это мороженое сандвичо бутерброд манджажо едапано хлеб фромаджо это у нас сыр ово яйцо кукэто печеньки видите кукэто куко это по моему тортик чоколадо шоколадка колбасо колбаски ничего сложного нету ау антау манджой закуски супо супчик салат салат кикера пасту кикера это какая то кикера пасту кун платпану какой то нарезанный хлеб с не знаю что в общем что то мазать паста понятно хамбургер ну гамбургер кокажо это жареная курица фишажо это получается рыба приготовленная пиццо пицца спагетти понятно сой котлету соевая котлета колбас сои это у нас сосиски станго ростажо шашлык станго ростажо станго это у нас насколько я помню та самая палка вот ростажо станго ростажо с шашлыком станго ростажо нуделой нуделой кун ростит пор кашо эндолч аксида саусо значит что у нас макароны в с жареной свининой и сладким сладко кислим соусом колбасой кун терпом помкатсо чё кай брасико в общем сосиски с картошкой пюре и этим самым капустой ну пицца кун томато формаджо шинко кай оливу пицца с томатами сыром мясом и оливками спагеттой кун томато саусо ау вианда саусо в общем спагетти с томатным или мясным соусом сой котлету соевая котлета кун кускусо ка псикой кай меланжо в общем соевая котлета с кускусом с этим самым перцем и и синенькими кабачками фишой кун ризо ау фрититай терпумой кай пизой в общем рыбка жареная с этим рисом а нет с горошком и этим самым как называется жареная картошка картошка фри ну вот кокажу жареная курица кун ризо ау терпумой кай фунгой в общем жареная курица с рисом и грибами или с картошкой грибами хамбургер кун фрититай терпумой кай фазеулё гамбургер с жареной картошкой картошкой фри и фасолями в столовке когда работал типа макдональдса вот то готовил эти все штуки кикера пасту кун плят пану ну понятно с хлебом какая-то салата ляк ляктуку томатой куку мой коротой в общем салат с салатом собственно помидорами этими самыми огурец салата лактуку и карто морковка и карто суп суп томатный луковый и этот самый легома и овощной суп томата цепа легома кареажо эл легомой кай кокосо с овощами и кокосом что это такое кареажо не знаю кареажо эл легомой кай кокосо манджа житой еда это что у нас ага главные блюда закуски главные блюда манджа житой это второе блюдо это завтрак да это завтраки сандвичо куну формажу овощинку в общем бутерброд с колбасой яйцом и сыром блин я прям есть захотел вот читаю я читаю фритита ово ау омлету кун пану кай бутеру в общем жареное яйцо или омлет с хлебом и маслом дебильная еда вот это на завтрак есть такое вообще не понимаю этого кстати а что вы едите на завтрак напишите на эсперанто внизу отличная практика будет и будет о чем поговорить десерт с десерты фрукта салата фруктовый салат блин я бы сейчас съел бы фруктовый салат так мало ем а надо больше гласяжа мороженое шоколада фрага ваниля шоколадный это по моему малиновый да и ванильный цитрона куку а вот у нас этот самый лимонный пирог пом торто яблочный торт кунг лосяжа с мороженым или кремом орешками и шоколадным соусом ух ты тренкажей напитки ну аква натура аукунгасо вода натуральная или с газом фрукто суку соответственно фруктовая сука фруктовый сок из яблок там персика апельсины и так далее кафо кофе кунг сэн лакто кайсукер без и с молоком тео чай черный зеленый фрукта фруктовый мэнта кунг это получается мятный с молоком или лимоном с сахаром или мело что такое мело с медом тео мюгра верда да понятно бьеро бьеро это пивко вино вино водка понятно вы поняли что такое водка но тут у нас дальше задачи фишо пано все это нужно написать персико сэндвичо гласяжо фрумажо и так далее а что можно сказать сколько стоит здесь у каждого кем костас ля сои котлету джи костас квардекс сэс эурон он соит 46 евро вот пока только целые на этом заканчиваем часть и к следующей перейдем уже к следующей джис ля революцио караи камарадои я не знаю как по эсперанто будет только только напишите пожалуйста в комментариях будет интересно но я знаю джис ля в энко до победы вот так вот строим 20 20 с 20 21 20